Привет всем! Сегодня у нас среда, 17 февраля. Вот такое у нас море. Вчера штормила, сегодня вот так. Красивая. Пошла на рынок, наш тут местный рынок вещевой. Немножко вам покажу кое-что и расскажу, покажу местность на меня. Видите, какие у нас деревья, вот эти вот зимой, они вот так вот облетели совсем, да? А летом они такие хвойные, зелененькие, красивые. И вот наши пальмочки. Вот это очень красивая дорожка. Ну, во-первых, хочу сказать всем спасибо большое за... как они называются? За... ой, за комментарии. Вот, видите, забываю русские слова. За комментарии, за хорошие комментарии, конечно, за всякие разные комплименты. Наверное, только на YouTube можно получить столько комплиментов, как положительных, так и отрицательных. Ну, пока у меня положительных больше, и поэтому спасибо всем. Вот, что хочу сказать про сицилийцев. Они, конечно, могут нравиться, не нравиться, но вот я здесь живу, что поделаешь, да? И вот для меня они, мне они не нравятся. Им, конечно, все равно, нравятся они мне или не нравятся. Но они мне не нравятся. Не нравятся, не буду говорить почему, скажу в общем только, что итальянцы говорят про сицилийцев так. Красивая земля Сицилия, но сицилийцы не заслуживают её. Это правда. Это так же, как говорят о Палермо. Часто слышу. Красивый город Палермо, но палермитяне его не заслуживают. Даже, в общем, население такое мафиозное. К примеру, в городе Катане каждый второй, наверное, работает на дядю. Вот какие у нас тут. Есть такой забор один древний. На нём кактусы. Вот этот кактус огромный, как дерево. А вот это вот дерево, которое нет, листочков, ещё ничего, это оказывается хлопковое. Хлопок на нём растёт. Такие бутоны ватные. Такие пальмочки, пальмочки. Берег, конечно, красивый у нас. Ничего сказать не могу. Но сами сочельяне, мама дорогая. То есть вот это вот в них мафиозное, как сказать, начало, оно присутствует в характере. И просто, чтобы понять это, надо здесь жить. Вот это вот фикус. Смотрите, какой обалденный. Кто-то выбросил этот фикус, просто выбросил, видимо, дома. Он ему не нужен был. Посадил его сюда. И вот уже наблюдая его года три, он как вырос красиво. Смотрите, какие листы огромные. Вот как ему славно здесь живётся. Растениям здесь славно живётся. Сейчас я вам покажу вот эту лильвио. Да, по-моему, она так называется. Видите, весь забор цветёт. Красота. Она, по-моему, цветёт два раза в год, как я узнала. Красотища, да? Здесь. Февраль месяц. Вот вам февраль месяц. Ну, в общем, вот. Буганвель цветёт. Хватит о сицилийцах. Вот это тоже Буганвель. Он пока ещё не расцвёл. Но в некоторых местах по дороге, когда едешь по большому, прям всё цветёт. Красота. Сегодня машин много так. Так я же иду на рынок. Так вот. А, мне многие очень спрашивают, как мне удаётся так выглядеть хорошо. Обо мне. Сейчас я уже подхожу к рынку. Я как-нибудь подробнее расскажу, как мне удаётся так выглядеть хорошо, да? Ну, наверное, на чей-то взгляд. Ну, в общем-то, я тоже сама немножко замечаю, что за три года моя фача, что называется, моё лицо, изменилась немножко. Потому что я уже три года делаю вот эту гимнастику для лица, или упражнения для лица. Кэрэл Маджик. Кэрэл Маджик. Высоком. И, конечно, результаты есть. И я не понимаю, почему все это не делают. У тебя сколько апельсин у нас. Красота. Бо-джорно. Красотища. Это вот я к казаку подхожу. Ай, тут у нас эти частеньки продают. Апельсина у нас много. Сейчас они вообще что-то там 50 чинтезен, что ли, стоит. О-о-о, килограмм. Это артишоки у нас. Артишоки горами. Куль продается. А сколько? А сколько? 25 грамм, 25 грамм, 25 грамм. Пять евро. Ну, вот рынок у нас такой. Всякая бараклишка продают. И можно много чего купить. Так вот просто. За цену смешную. Потому что иногда то же самое можно видеть в магазинах. Сейчас вам колорит весь покажу. Как они кричат, продавцы. Вот какие-то бончи. Всевозможные пальто. Чего только нет. И все это 15 евро, наверное, да? Да, винист. Да, винист. Здесь продают неплохие вещи. 10 евро. 10 евро, курьёте. 10 евро, курьёте. Профittatene. 5-10 евро. 10 евро, да? 10 евро. 10 евро. 10 евро. 10 евро. 6-10 евро. можно купить какие-то отдельные отдельные говорят попробуй не поверь 15, 20, 23 это тоже наверно кто это нет это китайцы черно одно видео но спрашивают делаешь видео я говорю нет делаю я с телефоном сегодня вышла какая пряжа надо как-то купить у меня сейчас такое такое как бы это период что мне потянуло опять на вязание я связала внуку связала внуку свитер я сейчас себе что-то плиту у меня очень много всякой пряжи это симпатичная вот кому интересно вот такие вот штуки они вот такие талончики они стоят 3 евро 3,50 и 3 если берешь больше не знаю как россия но здесь грамм 50 здесь это огромное количество украшений какие вы хотите не нужно ничего самой придумывать это вот ткану настоящие магазин выехал здесь с тапочками с разными вообще за 4 евро за дать этим купить на один раз для 5 евро то почему бы нет или пенсионерам каждый сезон менять по 5 евро да да и не так уж и полку тоже будет подороже обувь тоже магазин какой-то приехал знаете сейчас очень модно вот эта мужская мужская обувь коллекция называется о мадонна можно и для мужчины можно и для женщины так что похоже симпатичные борцы сумки тоже конечно все клеенка я последнее время по этим клеенкам что-то мне тоже понравилось но вот такая у меня вот такая сутка не знаю видно или нет но вот такая легкая я прям в нее влюблена влюблена поперечное компион влюбленное влюбленное но влюбленное сейчас вот 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 ловеное а это короче все можно купить 5 евро любая пентула немножко всяких фруктов есть вот вообще всякая всякая мелочь 1 евро а вот и ткани продают надо мне тут посмотреть сейчас я больная по тканям уже ничего не шью но все равно надо посмешивать здесь можно купить косметику дебором недорого дебора хорошая косметика считается итальянской купила я одну тряпочку пришел раз смотрела она стоила 20 сейчас 15 такая лохматая типа и личи как-то называется и личи типа искусственный искусственного меха может быть что-то сделать если что-то сделаю поток хотела купить не знаю зачем грибы у нас тут такие фунги продаются а есть у нас вот такая селедка копченая но я ее ни разу не покупаю у нас очуги кинка у нас у нас в нашей деревне какие штаны все в дырочках все 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 в дырочках вообще как сетка джинса идея здесь опять цветочки 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 это вот наверно роза а вот это что сиреневая я не знаю сиреневая беленькая я не знаю название я не знаю это молод uh но такую прогулку я делаю через среду потому что одно среду у нас здесь а другую среду вammut деревни рынок такая прогулка не знаю сколько километров может быть два туда-обратно может быть больше не знаю я в своих вот этих ходу на очень удобно ходить такая разминочка